МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Большая уборка". Муравленковцы очищают городские леса от мусора. Нацпроект здравоохранения, автопарк городской больницы пополнили два новых автомобиля. Слушай, город! Библиотекари запустили новый проект, посвященный истории Муравленка. Каждые выходные муравленковские волонтеры вносят неоценимый вклад в экологию города. На этот раз активисты наводили порядок сразу на трех площадках. На территории городского родника, в лесных массивах в районе трубной базы и будущей лыжероллерной трассы. С самого утра в районе трубной базы многолюдно навести генеральную уборку в городском лесу пришли сотрудники администрации города и ее структурных подразделений. Волонтеры проекта «Чистый Ямал» и просто неравнодушные жители, которым важно внести свой посильный вклад в сохранение экологии Ямала. Безусловно, это важно – соблюдать порядок, чистоту. Мы здесь живем. И к тому же в этом году еще год экологии. Нужно обязательно держать в чистоте нашу природу, наш лес, наше богатство. Это наше все. Мы здесь грибы собираем, ягоды собираем. В городском лесу по дороге на Сугмутское месторождение. Битое стекло, автомобильные покрышки, мусор после пикников и многое другое. И пока одни жители оставляют свой хлам в лесном массиве, другие наводят порядок в зеленых зонах. На эту территорию вышли первый раз. Мы работали с противоположной стороны дороги на Сугмут. В эту субботу решили выйти сюда, на эту сторону, посмотрели. Ну, как бы территория не такая загрязненная, как вот та, которая с противоположной стороны. Но, тем не менее, тоже есть, что убрать, над чем поработать. Учитывая то, что территория, она близка к жилому микрорайону, и чем ближе подходишь, тем больше мусора оставленного именно после того, как люди поотдыхали и оставили за собой мусор. Общегородские субботники в год экологии уже стали в Муравленко хорошей традицией. В эти выходные на трех локациях порядок наводили свыше 40 человек. Волонтеры собрали 50 кубометров мусора, 20 кубов резины передали на переработку. Действительно приятно видеть, что очень много людей, очень много наших муравленкостей, жителей города, участвуют в этих экологических акциях. Территория города у нас очень большая, у нас более 7 тысяч гектаров леса. И, конечно, они все требуют внимания. И, ну, это, кроме того, я так думаю, что это хорошее такое мероприятие, которое, ну, и объединяет людей, да, и заставляет в целом относиться более бережно, и к природе, и к своему городу. Год экологии объединил не только муравленковцев, но и многих ямальцев по подсчетам региональных властей. В мероприятиях, направленных на сохранение окружающей среды, поучаствовали уже примерно 90 тысяч северян. За полгода под зеленым знаком в округе прошло около 800 мероприятий. Эти мероприятия, конечно, очень важны. Они, конечно, сплочают коллектив. Как раз у нас еще год экологии. И мы все вместе, всем коллективом стараемся сделать все чище. Чистим город, чистим леса, чтобы было приятно находиться всем. Когда идем в лес с друзьями, всегда стараемся тоже что-то собрать, потому что неприятно гулять, когда вокруг тебя находится мусор. В эти выходные к общему делу традиционно присоединились и крупные предприятия. Технику для вывоза отходов на безвозмездной основе предоставили компании «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегаз» и «Ленар». Внести свой вклад в экологию может каждый житель. Информацию о том, как стать участником «Субботника», можно узнать по телефону управления ЖКХ. Алена Гафарова, Виталий Седняев. Новости Муравленко. Автопарк Муравленковской городской больницы пополнился двумя новыми машинами. В медучреждения они поступили в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сегодня в автомобильном парке городской больницы числится 17 единиц машин. Все они ежедневно выходят на линию. Транспорт используется для обслуживания пациентов и различных медицинских отделений. 13 единиц легкового автомобиля и три скорых медицинских помощи. И одна стоит резервно на тот случай, если вдруг какой-то автомобиль уходит у нас на ТО, либо какая-то поломка происходит, мы сразу выводим на линию. На сегодняшний день имеется пять машин, которые уже непригодны для использования. На днях их вывезут и утилизируют. На смену им пришли два новых легковых автомобиля марки «Лада Гранта». Обе машины 2022 года выпуска представлены в современной комплектации. Данные автомобили у нас будут задействованы также для поездок к больным, детям, взрослым, которые нуждаются, чтобы врачи приезжали на дом. И также для перевозки медикаментов. По словам специалистов, то количество машин, которые имеются в автопарке, достаточно для обслуживания населения города. Новые автомобили получены в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Кроме машин, в ближайшее время в больницу поступит новое медоборудование. В этом году по данной программе ожидается поступление оборудования для хирургической службы. Это стол операционный и цитоскоп. И оборудование для кабинета офтальмолога в рамках национального проекта развития детского здравоохранения на сумму более 6 миллионов рублей. Инна Борисова, Сергей Лукович, Новости Муравленка. Муравленковцы прошлись по городу в наушниках и послушали истории о его становлении. Аудиоэкскурсия «Город Муравленка. 7 тысяч шагов в историю» – это новый проект библиотечной системы. Стартовал новый проект библиотечной системы «Слушай город». Это уникальная возможность приведения досугового времени с пользой. Ведь помимо прогулок на свежем воздухе, каждый сможет лучше узнать историю города, прочувствовать атмосферу Муравленка и услышать его голос. Участники променада следуют по маршруту от сквера Молодежного до Формана Салманова. При этом в наушниках гид рассказывает интересные истории и моменты из жизни города. Здравствуйте. Я город Муравленка. Скоро вы услышите мой голос, узнаете мою историю, слушайте сердцем, а я окутаю вас своим теплом. Сегодня замечательная солнечная погода, и мы вместе с участниками проекта «Слушай город» внесли свои 7 тысяч шагов в историю города. Данный проект уникален, интересен, был придуман нами для жителей и гостей нашего города. Мы считаем, что важно быть патриотами своей малой родины, знать тех, кто стоял у истоков создания города, и историю города сегодняшнюю, то есть чем город живет сейчас. Первая группа муравленковцев прогулкой осталась довольна. Многие говорят, что даже прожив несколько десятков лет в городе, смогли узнать о нем много нового. Я сама приехала с мамой и сестрой в 1986 году, первокласской, тогда еще посылок Муравленковский. Сейчас иду по городу, и даже не верится, что я столько лет здесь уже живу. Очень замечательная программа, подготовили, переполняют эмоции, все прекрасно, все замечательно. Знаете, очень интересно, даже не жалею, что пошла, погода шикарная, компания замечательная, все очень нравится. Эмоции, конечно, вообще через край зашкаливает. Возвращение в прошлое, воспоминания о прошлом, так как я муравленко с 1986 года. И мне просто интересно было вспомнить то, что было, и как бы окунуться в свою юность, в свою молодость. Завершается каждая прогулка новой доброй традицией. Участники кормят птиц в сквере Фармана-Салманова. Гости нашего мероприятия остались под большим впечатлением. Они сравнивали, что было раньше и что произошло с городом сейчас. Аудиоэкскурсии проходят каждое воскресенье, начало в 12 часов. Подробную информацию о следующей прогулке можно узнать в соцсетях на страницах библиотечной системы. Татьяна Максимова, Петр Князев, Новости Муравленко. Более 700 килограммов корма и около 150 килограммов наполнителя принесли ямальцы в приюты для бездомных животных по всему Ямалу. В день дворняжки по инициативе службы ветеринарии в учреждениях прошел день открытых дверей. В Муравленковском приюте живут около 150 собак и кошек. И все они нуждаются во внимании и заботе. Но больше всего им нужен друг и дом. И протянуть руку лапе – это большее, что может сделать каждый. В день открытых дверей Муравленковский приют для бездомных животных «Умка» посетили около 20 человек. Было собрано 4 килограмма корма. Кроме этого, муравленковцы несли различные инвентарь и средства для уборки. Один кот нашел своего нового хозяина. Я считаю, что да, такие акции нужны. Люди мало знают о приюте, кто-то вообще не знает. А так могут прийти, узнать, познакомиться с сотрудниками, с нашими любимцами в приюте. И, конечно же, подобрать по своему характеру, стилю себе животное. Один из самых юных посетителей – 11-летний Иван Семенов. Маленький мальчик с большим сердцем всерьез задумался о том, чтобы завести верного друга. Мы пришли в этот приют для того, чтобы посоветоваться насчет того, какую собаку мы хотим завести. То есть мы вроде бы уже определились, но было множество нюансов, которые нам надо было узнать. И за этими ответами пришли сюда. А также мы пришли сюда, чтобы подержать этот приют, еды принести, игрушек. А то вот выгонят собаку люди, а занимаются и люди из приюта. Нечестно получается. В день дворняжки неравнодушные муравленковцы могли вывести собак и кошек, засидевшихся и загрустивших в клетках, на прогулки. Почаще. Все выходные. Потому что это тоже погладил, успокоился сам. И ему хорошо, и тебе хорошо, и он довольный. Просто жалко, если бы на улице были бы. Нежелательно. Потому что это же тоже такое живое существо, которое тоже ласки, любви, тепла и корма хочет. Всего в день открытых дверей на Ямале приюты для бездомных животных посетили более 400 человек. Домашними счастливыми стали 13 кошек и 4 собаки. Прийти в Муравленковскую Умку можно в любой день, предварительно согласовав удобное время визита по телефону 41009. Татьяна Максимова, Петр Князев, Новости Муравленка. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте muravlenko24.ru и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова